С горем в сердце, но с песней на душе, в Бобруске прошла акция «Разом с мастатством». Важно помнить о тех трагических событиях, ценить сегодняшний мир. Как это было? Заблудились в политике, работа по методичкам деструктивных информресурсов накрылась. Я полностью поддерживаю действующую власть. Чем все закончилось? От мечты до реальности в городе на днях установят новый арт-объект. Наш земной шар, мир, в котором мы живем. Где можно будет делать селфи. А также развитие села, космические инновации и вступительная кампания. Заказчики кадров начнут заключать с абитуриентами договоры о целевой подготовке после 1 мая. На каких условиях? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Масштабное обсуждение. Александр Лукашенко провел совещание о развитии села и повышении эффективности в аграрной отрасли. Формат встречи сохранил сценарий прошлой недели. Тогда на ревизию промышленных вопросов прибыли делегации со всей страны. В этот раз президент также хотел выслушать как можно больше мнений. Внимание было заострено не на регистрации успехов, а на имеющихся проблемах. Сегодня наша диспозиция такова. По итогам предыдущего 2023 года в производстве продукции сельского хозяйства мы получили скромное. Чуть более 1% роста, а в растении воссы мы упали более чем на 1%. В животноводстве 4,5% плюс. С учетом того, сколько вложено в село, это более чем скромно. Глава государства указал на недочеты. На первый план аграрии должны поставить модернизацию отрасли, умное сельское хозяйство. В эпоху всеобъемлющей конкуренции также необходимо ставить упор на национальные бренды, расширение производства и вывоза товаров за границу. Умное сельское хозяйство сегодня и на будущее важный приоритет в борьбе с конкурентами. Нужна программа, в том числе по подготовке кадров. Не надо тянуть в нее всех. Начните с тех, кто хочет и имеет возможности, но начинать следует уже сегодня. Мы должны произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве. Перед предприятиями аграрно-промышленного комплекса белорусский лидер поставил задачу нарастить производство продукции на 6-7% больше и ориентироваться на экспорт в 9 миллиардов долларов. Контента больше не будет. Отдельные личности все никак не могут угомонить свой шатательный характер. Раскрыта группа людей, которые принимали активное участие в экстремистских группах. Заблудшие решили не прятаться, а сыграть в кошки-мышки. Однако не учли, что могут сами попасться в ловушку. Наивные, как дети, они подписываются на экстремистские мусорки. Но контент оказался там не детский, а уголовный. Публикации об организации беспорядков, сопротивлении сотрудников милиции, посягательственно независимой страны. Теперь они оказались в плену коварных политических игр и нечистых дел. Только тонкая стратегия кураторов долго не протянулась, она безжалостно провалилась. В социальной сети ВКонтакте вступила в деструктивную группу ***, в которой размещались информационно-оскорбительные характеры в отношении главы государства, власти и правоохранителей. Змогары поглощены иллюзорной надеждой и своими неблагоразумными амбициями наивно полагали, что им ничего не будет. Однако все прекрасно понимают, незнание закона не освобождает от ответственности. Они не прислушались советам, хоть могли поставить себе родительский режим. Но вновь режим? Да, для многих теперь он будет только строгий. Я пересмотрел точку зрения своего политического в том, что я ошибался. На данный момент я полностью поддерживаю действующую власть, то есть Александра Григорьевича Лукашенко. Ни совести, ни чести. Как же странно наблюдать за змогарами, которые живут в стране, которая стремительно развивается под руководством президента. Каждый имеет все возможности для преуспевания, но вместо того, чтобы выразить благодарность и признательность, они предпочли бросать грязь и недовольство в группах социальных сетей, размещая подобные деструктивные и оскорбительные публикации в адрес главы государства. Вот только в итоге пришлось извиняться. Я предлагаю всем не поступать так, как я, не совершать таких действий и не подписываться на деструктивные каналы экстремистские. Все предупреждения и уговоры исчерпаны. Все протестуны и тем более админы чатов на контроле. Единственный способ оставаться на свободе – это добровольная явка с повинной. Те, кто продолжит совершать деструктивную деятельность, понесет наказание. А эта история учит ответственнее подходить к выбору источников информации и не вестись на противозаконные действия, помогать и принимать активное участие во благо нашей родной Беларуси. Ведь она наша, она любимая. А любимую, как мы знаем, не отдают. Торфяной сезон, зеленая страна и переход на пластикс. С июля пенсии будут выплачивать только в банке. Есть ли исключения? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Беларусь и Россия будут развивать новый проект в сфере космоса. До 2028-го страны нацелены совершенствовать систему дистанционного зондирования Земли. Предполагается, что после запуска аппарата он сможет просуществовать на орбите не менее 7 лет. Это поможет получать более качественную информацию и усилит развитие по обеспечению национальной безопасности. С июля пенсии будут выплачивать только в банке. Такие инновации предусмотрены обновленным законодательством. Однако есть и исключения. Люди старше 70-ти, инвалиды 1-й и 2-й группы, семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями до 18-ти и те, кто проживает в сельской местности. Остальным до 10 июня необходимо открыть базовый счет в выбранном финучреждении и заполнить заявление о перечислении туда денежных средств. В республике стартовал сезон добычи торфа. Специальные заводы целиком укомплектовались техникой, создали необходимые запасы. В 2024-м предприятия отрасли намерены произвести порядка 2 миллионов тонн, из которых половина – продукция топливного назначения и свыше 140 тысяч нетопливного. К слову, Беларусь занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов. Заказчики кадров начнут заключать с абитуриентами договоры о целевой подготовке после 1 мая. Подавать документы выпускники смогут с 27 июня по 2 июля. Вступительные экзамены пройдут с 4 по 10 число. Зачисление состоится 12-го. К участию в конкурсе допускаются поступающие при наличии среднего балла не ниже 7. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Акция проходит ежегодно и благоприятно влияет на экологию. Деньги, заработанные в этот день, будут направлены на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой славы, создание Центра патриотического воспитания молодежи. Принять участие в эко-движении может любой желающий. 80-й юбилей освобождения Беларуси. Деятели культуры и искусства посетили Бобруск общереспубликанской акцией «Разом с мастастством». Местом проведения стал городской дворец искусств. В фойе расположились тематические экспозиции, посвященные истории периода Великой Отечественной. На главной сцене выступили известные солисты белорусской эстрады с так хорошо знакомыми слушателю народными композициями. Особенностью стал открытый диалог исполнителей, которые рассказывали о семейных историях, на которых остался отпечаток войны. Перед собравшимися также выступил председатель Бобрусского горосполкома. Важно помнить о тех трагических событиях, ценить сегодняшний мир и продолжать сохранять его для будущих поколений. Наша историческая память живет в скульптурах и памятниках, художественных произведениях и музыке. А потому мы делаем все, чтобы вековечить имена героев, среди которых немало бобручан. По традиции, каждый уголок Беларуси, принимающий акцию, предоставляет уникальный артефакт времен Лихолети с их родной земли, рассказывая его историю. Организаторам мероприятия мэр города передал материалы личного дела генерала дважды Героя Советского Союза Павла Ивановича Батова. Следующая встреча в рамках общереспубликанской акции «Разум с мастастством» состоится 17 апреля в Белынычах. Отгремел смотр-конкурс молодежных инициатив. После него в городе стали появляться необычные инсталляции. Одна из них совсем скоро украсит улицы и вдохнет жизнь в перспективный микрорайон. Большой земной шар, обвитый цепочкой домов. О скрытых смыслах и смелых идеях Юлия Вернер. Красота железных линий. В прошлом году Елизавете Бублей в голову пришла идея. Почему бы самой не приложить руку к благоустройству города? На все про все неделя. И вот на бумаге красуется готовый эскиз. Земной шар усыпанный домами. Стильно, символично, современно. За воплощение идеи взялись специалисты Таима. Остаются последние штрихи. Диаметр конструкции – три метра. Установят сооружение на днях в сквере Дружбы народов на пересечении Минска и Урицкого. В качестве таких ножек подразумевались вообще лестницы. Но так как будут лазить много детей по ним, и чтобы не произошло никаких ситуаций, решили их не делать. А так они символизировали строителей. Глобус символизирует наш земной шар, мир, в котором мы живем, и следственные дома тоже. Получается, что мир держится на строителях и рабочих. Наполеоновские планы. Реализуемый проект – не единственная разработка девушки. В будущем Елизавета Бублей надеется воплотить в жизнь еще одну задумку. Специальное место для молодежи со сценой, где можно играть на гитаре, устраивать творческие вечера и просто хорошо проводить время. Мы очень гордимся, что наша Елизавета приняла участие в смотре конкурса молодежных инициатив. И сейчас реализуется ее проект. И благодаря ее проекту наш Бобруйск будет становиться еще краше, интереснее. Надеемся, что Бобруйчанам понравится ее арт-объект. Благодаря смотру конкурсу преобразился и сквер рядом с театром. Не так давно там установили музыкальные лавочки. Автор проекта – Кристина Лещенко, учитель искусства. Однажды ей пришла идея разнообразить место, в котором так любит гулять. И не прогадала. Реализация окончательно не завершена. В будущем экспозицию дополнят садовыми скульптурами. Когда зашла тема, что же выбрать на конкурсы, как можно украсить наш город, я почему-то подумала именно про музыкальные инструменты, так как можно расположить их в парке возле театра Дунина Марцинкевича. И это будет красиво и по теме. Как раз была тема музыки у меня на уроке, поэтому мы взяли именно эти предметы. Благодаря конкурсу и его, безусловно, талантливым участникам, Бобруйск обзавелся не просто арт-объектами. Город стал еще душевнее и краше. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Приятные новости для оценителей вкусной и качественной еды. В Бобруйске пройдет гастрономический фестиваль. Смакфест каждым годом привлекает внимание все больше. Об этом говорит не только число заинтересованных гурманов, но и рост количества заявок на участие. Удивлять в этом году будут более 10 заведений общественного питания. Организован гастрофест при информационном сопровождении Бобруйск Медиа. В рамках фестиваля Смакфест будут разыгрываться призы. Это билеты на аттракционы городского парка культуры и отдыха и призы от самих участников заведения. Все новости, вся информация, все события третьего городского фестиваля Смакфест жители и гости города Бобруйска могут проследить в наших местных средствах массовой информации. Через официальный сайт Бобруйского госполкома. На протяжении всего фестиваля будет установлена стоимость сета. Это 39 рублей 90 копеек. Я вам уже открыла тайну. Участники вкусного события разработают сеты с тематикой, приуроченной к столетию образования органов торговли. Блюда будут подаваться на протяжении всего фестиваля. Наслаждение кулинарной феерии ждет жителей и гостей города с 29 мая по 12 июня. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok